Только главные новости дня. Далее в подробностях. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Шпионский скандал. Кто организовывал в Украине антиизраильский фронт? Отставка в лоб? Кого уговаривают стать преемником Яценюка? Мантии не тонут. Судьи, бросавшие майдановцев за решетку, возвращаются в свои кресла. Начинаем с детективной истории с криминальным оттенком. Служба безопасности Израиля арестовала палестинца, который планировал теракты против израильских военных. И здесь начинается самое интересное. Осуществлять свою подрывную деятельность он намеревался с территории Украины. Планы у террориста были грандиозные. Похищения, взрывы, торговля оружием. Подробнее Сергей Услендер. Планы Усамида Хабива, жителя сектора Газа, были грандиозные. Он планировал бороться с израильской оккупацией с территории Украины. Жил там пять лет, работал, руководил сетью ресторанов, а попутно разрабатывал свои зловещие планы. Прежде всего, террорист собирался похитить израильского военнослужащего, для чего хотел воспользоваться помощью украинской девушки из фирмы «Эскортуслуг». По его замыслу, она должна была заманить военного из Израиля на Синайский полуостров. На Синае очень любит отдыхать израильская молодежь, и вот этим обстоятельством как раз и планировал воспользоваться террорист. Дам на Синае его похитить для того, чтобы обменять его впоследствии на палестинских заключенных, которые отбывают наказание в израильской тюрьме. Другой такой план предполагал приглашение этого офицера под различными прикрытиями на территорию Украины для турпоездки или других целях, и уже его дальнейшее либо похищение, либо убийство его на Украине, и последующий торг с израильскими властями. Впрочем, этим планы палестинца-ресторатора не ограничивались. Отследив через сайты туркомпании популярные у израильских туристов маршруты, он собирался взорвать автобус с ними в Одессе, хотел снабжать своих друзей из исламского государства оружием с помощью беспилотных аппаратов, которые опять-таки планировал закупать в Украине, и вербовал среди арабов, живущих в Украине, террористов-самоубийц, которых впоследствии хотел переправлять в Израиль для совершения теракта. Арестовали его на погранпереходе из Ордании в Израиль, откуда он хотел перебраться в сектор газа, для чего имел при себе поддельную справку о болезни матери. Случай этот не первый. Примерно 7 лет назад в Харькове был задержан некий Дири Абусиси, палестинский инженер, которого израильские власти обвиняли в создании дальнобойных ракет для террористов из движения Хамас. По некоторым данным задержали Абусиси сотрудники СБУ, впрочем, в СБУ эту информацию, насколько мне известно, отрицали, после чего Абусиси был депортирован в Израиль, и сейчас отбывает 20-летний срок за терроризм. Сергей Услендер, Алена Боярская, подробности телеканал Интер, Израиль. Теперь детектив украинский, больнично-судебный, обвиняемого в шпионаже и незаконном обращении с оружием Азовца Станислава Краснова, сегодня перевели из реанимации. Почему подозреваемый скрывает свой диагноз, и будет ли СБУ требовать новую меру пресечения для бойца, уже по статье «Терроризм»? Все подробности далее в сюжете. Киевская городская клиническая больница номер 3. Вчера поздно вечером сюда привезли Азовца Станислава Краснова. Подозреваемого положили в реанимацию. По словам его адвокатов, состояние его удовлетворительное, но не стабильное. Накануне суд избрал Краснову меру пресечения – круглосуточный домашний арест. А ночью в больницу наведались представители СБУ и одели подозреваемому на ногу электронный браслет. Общаться с прессой Краснов наотрез отказался. К тому же запретил медикам обнародовать его диагноз. Хотя сегодня врачи увидели в его состоянии позитивную динамику и перевели пациента из реанимации в неврологическое отделение. Стан его на сегодня задовольный. Мы видим позитивную динамику, которая не потребует подальше интенсивного ликования. Ему не дается стационарная допомога. И на сегодня мы не можем выписать пациента, враховывая весь обсяг обслуживания и консультации, которые проведены. Поэтому он получит ликование под осторожением фаховцев. Сколько времени еще будут лечить в больнице Азовца, врачи не берутся прогнозировать. Адвокаты уверены, после госпитализации его должны отправить домой. Станислав не переховывался на суды, все приходят, даже в том состоянии, в котором он перебывал. Поэтому я не думаю, что есть основы, изменяя эту меру запобежного захода. Тем временем в СБУ решают, как действовать дальше. Мол, меру пресечения избрали только по одному подозрению – незаконное обращение с оружием. А вот по статье «Терроризм» может состояться еще один суд. Служба безопасности Украины владеет доведением от медицинской установки, что он не имеет тяжелых болезней. И сегодня мы будем принимать решения, соответственно, украинского законодательства, о дальнейших наших действиях. Возвращаясь, что ему предъявлены новые подозрения, мы будем решать вопросы о возможном новом поддании в суд. Пока Краснов в больнице, нового судебного заседания, скорее всего, не будет, говорят в СБУ. А все это время круглосуточно возле палаты подозреваемого дежурят бойцы Альфы. Ольга Рыцарь, Даниэль Кацаковский. Подробности в телеканал «Интер». Закон, что дышло. Судьи, бросавшие майдановцев за решетку, возвращаются в свои кресла. Массово отправились для этого в высший админсуд, чтобы обжаловать свое увольнение. Но на попытки обойти иллюстрацию уже обратили внимание в высшем совете юстиции и потребовали от ВСУ оставить в силе решение об увольнении служителей Фемиды, запятнавших себя во время революции достоинства. Из 22 решений, которыми мы приняли решение 19 оскоржено до высшего административного суду и уже 8 решений скасовано в высшем административном суде. Зрозуміло, что мы все оскоржили, все эти решения оскоржили до ВСУ и очікуємо на його позицию. А вот с расследованием преступлений против Майдана очередная заковыка. Генпрокуратура затягивает передачу дел Национальному антикоррупционному бюро. Об этом интервью изданию «Зеркало недели» заявил руководитель бюро Артем Сытник. По его словам, НАБУ затребовало около 10 дел, но ответа нет. В генпрокуратуре такому заявлению искренне удивились. Они уверяют, что всегда идут коллегам навстречу. Урегулировать этот вопрос пообещали уже в ближайшее время. Национальное антикоррупционное бюро просит справу им передать, не лише просто вивчити, а передать. У той же день мы вказанную справу им передаем. Враховывая, что возникли определенные суперечки, в ближайшее время будет работа на Раду за участию выполнения генерального прокурора Юрия Севрука, антикоррупционного прокурора Назара Хладмитского и руководителя НАБУ, чтобы раз и назавжди поставить крапку, то вызначат весь по взаимодействию по таких справах. Ну а в деле бриллиантовых прокуроров главным обвинителем назначили зам генпрокурора Давида Сакварелидзе. Об этом он сам написал на своей странице в Фейсбуке. Постановление завизировал исполняющий обязанности генпрокурора Юрий Севрюк. Ранее Сакварелидзе обвинил ГПУ в давлении на следователей и даже говорил, что есть цель развалить дело бриллиантовых прокуроров. На постановление сегодня отреагировал в довольно ироничной форме. Дескать, вместо эпистолярной войны нужно заняться коррупционными делами. Но вот будет ли представлять обвинение в суде, так и не уточнил. Рассмотрение дела назначено уже на понедельник. И вот, что по этому поводу говорят в генпрокуратуре. Пример настоящей, а не эпистолярной борьбы с коррупцией сегодня продемонстрировала Бразилия. Более двухсот правоохранителей и десятки представителей налоговой службы ворвались в дом бывшего главы государства Лула Дасильва. Обыскав особняк, Дасильву доставили в полицейский участок на допрос. Все эти действия – часть масштабного антикоррупционного расследования, связанного с отмыванием денег через государственную нефтяную компанию «Петробрас». Оно началось еще два года назад. Уже арестованы более ста человек. Среди них известные политики, бизнесмены. Накануне обвинения в коррупции также предъявили спикеру Нижней палаты парламента Эдуардо Кунье. Он якобы получил взятку в несколько миллионов долларов за помощь в заключении контрактов «Петробрас». Речь идет о криминальных организациях, тесно связанных с правительством, которые эксплуатировали фонды «Петробрас» и других компаний для финансирования политических компаний и личного обогащения. Количество погибших на Донбассе уже превысило 9 тысяч человек. Такие данные обнародовал сегодня замруководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук и заявил, для разрешения конфликта нужны усилия всех сторон. По нашим подсчетам, около 10 тысяч человек погибли за два года военного конфликта. И сторонам конфликта необходимо предпринять более серьезные шаги, чтобы положить конец этому. Миссия ОБСЕ со своей стороны также приложит все усилия. И последние сводки с фронта. Начнем с Мариупольского направления. Сегодня противник снизил интенсивность обстрелов, но снова, вопреки минским договоренностям, огонь велся из минометов 82-го калибра. Ситуация до сих пор остается напряженной под Марьинкой и Красногоровкой. Со всеми подробностями далее наш военкор. Станислав Кухарчук. Боец с подзывным санитар ведет нас по позициям в окрестностях Марьинки. Со вчерашнего дня здесь почти идеальная тишина. Слышно только пение птиц. Но накануне из-за взрывов и выстрелов не было слышно даже собственного голоса, говорит парень. Все бои здесь носят преимущественно позиционный характер. Боевики уже давно опасаются в открытую атаковать наши позиции. Стреляют из окопов и специально оборудованных блиндажей. Вчерашний бой у ребят начался неожиданно. Среди белого дня противник открыл плотный огонь из гранатометов. Бойцы вынуждены были ответить. Ответным огнем наши бойцы уничтожили две огневые точки боевиков. После этого противник замолчал. Хоть сейчас в Марьинке и относительно спокойно, но вот особого желания высовывать голову за бруствер у меня нет. Позиции боевиков отсюда всего в 250 метрах, а для хорошего снайпера это не расстояние. Стрелок с позывным «Шайтан» внимательно всматривается в сторону вражеских укреплений. Он уверен, это затишье временное. У противника прошла ротация, и новички снова пойдут испытывать свои силы. О том, что боевики не намерены соблюдать минские соглашения, отмечают и в штабе оперативно-тактической группировки. Вчера в районе Красногоровки противник применил минометы и грады. Огонь ввелся, предположительно, с окраин Донецка. Выпущено всего было порядка 20 ракет. Об этом факте было доведено до сведения представителей миссии ОВСЕ, а также Центра по контролю за прекращением огня. Марьенко и Красногоровка до сих пор остаются самыми горячими точками на Мариупольском направлении. По данным нашей разведки, сейчас здесь противник сосредотачивает живую силу и технику. Наши ребята к этому готовы и только ждут приказа. Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности, телеканал Интер, Донецкая область. Теперь об итогах событий, которого несколько недель ждали в Украине, а особенно на востоке страны. Чем закончилась встреча на Романской четверке в Париже? Накануне главы МИДов этих стран совещались, говорили даже дольше запланированного. Но есть ли результат? Послушаем Татьяну Лагунову. К журналистам нормандская четверка вышла глубокой ночью. И уже по лицам обычно сдержанных дипломатов было видно. Хороших новостей не будет. Встреча закончилась безрезультатно. Об этом заявили все четверо министров иностранных дел. Причина выборы на оккупированных территориях Донбасса. Германия и Франция настаивали, голосование должно состояться в первой половине этого года. Мы подчеркнули важность разработки и принятия украинским правительством и парламентом закона о выборах, необходимого для проведения местных выборов. И выразили пожелание, чтобы голосование состоялось до конца первого полугодия 2016-го. Это пожелание поддержала и российская сторона. Украина возразила, чтобы проводить выборы в регионе, нужно сначала обеспечить безопасность. Как минимум добиться режима полного прекращения огня. Я специально выделил один момент. В преддверии будущих выборов нужно обеспечить безопасность. Сначала безопасность. Без безопасности мы не можем двигаться дальше. Неожиданно резким после переговоров был министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер, который ранее анонсировал, что на парижской встрече могут быть сделаны решительные шаги, заявил, он разочарован. Мол, Украина и Россия борются за каждую деталь немецко-французских предложений. И у Штайнмайера, цитирую, иногда складывается впечатление, что в Москве и Киеве упускают из виду серьезность ситуации и то большое давление, под которым все находятся, чтобы реализовать минские договоренности. Главный дипломат Германии подытожил, чтобы стабилизировать ситуацию и преодолеть конфликт, мини-шагов уже недостаточно. Татьяна Лугунова, подробности, телеканал Интер. Соединенные Штаты ждут выполнения минских соглашений от обеих сторон конфликта на Донбассе. Но в то же время в Вашингтоне отмечают прогресс, которого в этом направлении уже достигли украинские власти. Подробнее мой коллега из Вашингтона, Тихон Зятков. В Вашингтоне продолжают внимательно следить за происходящим в Украине политические реформы и события на востоке страны. Вот две темы, которые больше всего беспокоят американских чиновников. Мы по-прежнему рассчитываем на то, что минские соглашения будут полностью выполнены. Обеим сторонам конфликта необходимо предпринять ряд шагов для этого. Киев достиг прогресса, хотя, очевидно, еще многое должно быть сделано. Джон Кирби напомнил, что всего несколько недель назад в Мюнхене президент Порошенко общался с госсекретарем США Джоном Керри. В Вашингтоне настаивают и Керри. По словам его представителей, говорил это Порошенко, что необходимы в том числе политические реформы. И не только для устойчивого положения украинского правительства, но в первую очередь для граждан страны. И этого ждут в США. Также, но это уже касается России, там рассчитывают на освобождение Надежды Савченко. Она должна быть освобождена. Мы это повторяли и будем повторять. Если она сейчас объявит сухую голодовку, то это будет дополнительной причиной освободить ее немедленно. Напомню, на освобождении Надежды Савченко в США настаивают и на парламентском уровне. Осенью резолюцию с таким требованием принял американский конгресс. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Также за Надежду Савченко заступился президент парламентской ассамблеи Совета Европы. Педро Аграмонт потребовал от России остановить судебный процесс и освободить украинскую летчицу. На своей страничке в Твиттере он написал «Я процитирую «Сожалею из-за переноса суда и призываю закончить процесс против нее». Сама же Савченко объявила сухую голодовку до тех пор, пока ее не вернут в Украину живой или мертвой. А также запретила кормить ее силой или же пичкать таблетками. Иначе, говорит, будет расценивать это как пытки. Еще Надежда запретила проводить вскрытие в случае ее смерти. Об этом украинская пленница написала в своем новом письме, которое в соцсетях опубликовали ее адвокаты. Общаться согласны исключительно с украинскими или европейскими медиками. Летчица также написала, что не признает себя виновной, даже если приговор будет обвинительным. Напомню, накануне судья неожиданно прервал заседание и перенес его на 9 марта. Мы с коллегами еще дома пытались отрадить ее от сухого голодувания, которое она голосовала вчера. И сегодня, этот день, его отримает. Ясно, что это очень негативно означает на состоянии ее здоровья. Людина, которая называет нижний водой, мы говорим о сухом голодувании, она максимум может 5-7 дней вытримать. Удвоить усилия для возвращения надежды Савченко на Украину пообещал президент страны. Об этом глава государства заявил во время вручения наград выдающимся украинским женщинам. По словам президента, Савченко является символом Украины для всего мира. Сегодня я лично, и каждый украинец пишется каждым украинским героем. И среди этих героев, настоящих, одна из первых мест, занимает Надя Савченко. И мы подвоем усилия для того, чтобы повернуть Надю до дома. Необходимо договариваться, считает глава фракции БПП Юрий Луценко. Он предлагает провести внеочередное заседание Верховной Рады, уже 9 марта. Восстановление работы коалиции, создание нового правительства и принятие евроинтеграционного закона. Именно эти вопросы, по мнению Луценко, должны быть первоочередными в повестке дня. Собраться 9 марта требует и оппозиционный блок. Такое заявление появилось на сайте партии. При этом оппозиционеры заявили, что примут участие во внеочередном заседании только в том случае, если будут рассматриваться вопросы изменения в бюджет, снижения тарифов и выполнения минских соглашений. Насколько высока вероятность с досрочного появления депутатов в сессионном зале, мы спросили у политологов, что они думают о реальности проведения внеочередного заседания. Если договорятся менять правительство и назначать новое правительство, то будет. Если не договорятся, то не будет. Вероятность внеочередной сессии 9 числа, я оцениваю, как 20-30%, не более того. Тем более депутаты еще находятся в очень теплых краях, и они использовали этот временной отрезок для того, чтобы отдохнуть от тяжелых депутатских трудов. 9 марта, скорее всего, не будет. Внеочередной сессии она начнется 15-го, а вот с 9-го летом по 15-го как раз решится вопрос, быть или не быть Яценюком. Если Яценюк действительно добровольно уходит, тогда Верховная Рада собирается, новая коалиция создается, или там переоформляется старая. Возвращается в коалицию Батьевщина-Самопомощь, под новое технократическое правительство, так называемое. Голосуется кандидатура этого уже предварительно согласованного премьера. И всплывают некоторые подробности закулисной премьериады. Вот, например, министр финансов Наталья Ярейска предварительно согласилась стать премьером в случае отставки Яценюка. Об этом со ссылкой на свои источники в администрации президента пишет «Украинская правда». Ярейска якобы дала добро, но выдвинула свои условия, главное из которых создание технократического правительства без партийных квот. Помимо этого предложила назначить Бориса Ложкина и Дмитрия Шимкива на должности вице-премьеров, а замминистра экономики Юлию Ковалев на должность руководителя энергетического ведомства. Какие еще кандидатуры звучат за закрытыми дверями переговоров и насколько широк круг возможных преемников Яценюка? И тут мы попросили помощи у политологов, вот их мнение. «Высшая лига, я так понимаю, Ярейска и кто-то из варягов. Такая ксенократия, так сказать, власть чужих. Но, еще раз говорю, я думаю, Яценюк будет до последнего упираться. Это не так просто его оттуда сковырнуть». «Сегодня в высшей лиге это прежде всего Владимир Гройсман, глава парламента, это Наталья Яряська, это господин Турчинов и, условно говоря, человек Икс, который сформирует техническое правительство. По рейтингам наиболее проходимый сегодня это Владимир Гройсман. Во-первых, за него есть голоса в парламенте, во-вторых, у него есть личные амбиции, во-третьих, у него есть нормальное восприятие всеми участниками переговорного процесса. Начиная от западных партнеров, заканчивая практически всеми партиями внутри парламента». С тем, что единственный путь выхода из политического кризиса новое правительство и новый премьер, согласен и спикер парламента. В интервью нашим корреспондентам Гройсман заявил, «Только перезагрузив Кабмин, можно рассчитывать на формирование новой коалиции». Причем новой эта коалиция должна быть не по составу, а по принципам работы. Каким, кто и на каких условиях готов вернуться, по-прежнему предмет переговоров. «Мои консультации с политическими партиями, в среднем партии, которые утворили коалицию Европейской Украины. Оновление нужно проводить, и тут ничего не страшного, это абсолютно нормальный подход. Новый уряд, новая коалиция, абсолютно новый план действий. Не должно быть никаких образов, не должно быть никаких сочетаний. Ну, а больше о том, чего требуют фракции, на каких условиях готовы вернуться большинство, и кого видят премьером, узнаете в подробностях недели уже в это воскресенье. Хотя, ответы на некоторые вопросы будем искать уже совсем скоро в программе «Черное зеркало». Расспросим гостей политиков и экспертов о том, кто хочет, а кого уговаривают стать премьером, кто что требует за вхождение в новую коалицию, насколько разгулялись аппетиты. Обязательно узнаем, не забыли ли депутаты за своими торгами об украинцах, которым, например, обещали безвизовый режим с ЕС, но пока обеспечили только нагоняет Европы за невыполненное домашнее задание. Будет еще много интересного, обещаю, не забудьте остаться на Интере после подробностей. Спасибо. Пока продолжим. Принятие новой конституции на референдуме и перевыборы. Эта общая цель объединила несколько общественных организаций, казалось бы, с разными политическими взглядами. Вместе, как партнеры, будут работать, в частности, движение за очищение Украины Михаила Саакашвили, государственная инициатива Яроша и Вече Украины Инны Богословской. Они создают общенациональное движение за суверенное развитие Украины. Мы должны выйти влитку на принятие нового общественного договора и принятие загальноукраинским референдумом новой конституции, как новых правил жизни, и только после того терминово проводить достроковые выборы. И только это введет страну с кризи. Национальный рух государственной инициативы Яроша действует, он предупреждает не объединение с партнерами. Каждый из партнеров сохраняет свою субъектность, самостоятельность, и мы współпроцуем для достигнения общей метки. Эффект разорвавшейся бомбы произвели слова президента Еврокомиссии о том, что Киеву не стать членом ЕС еще лет 20-25. Что имел в виду Жан-Клод Юнкер? Стоит ли воспринимать их как поражение Киева? Его слова разбиралась наш специальный корреспондент Светлана Чернецкая. Заявление президента Юнкера стало отрезвляющим душем для Киева. Щедрые многомиллионные пожертвования воспринимались как данность и четкий сигнал. Европа помогает Украине, чтобы получить сильного и серьезного союзника. Но оказывается, в Брюсселе осознают, путь Киева в Евросоюз может занять не менее 20-25 лет. Как и путь в НАТО, об этом заявил президент Еврокомиссии. Правда, для понимания контекста важно учесть детали, где и когда Юнкер выступил с таким заявлением. Это было в Нидерландах, в Гааге и накануне референдума по ассоциации Украины с ЕС. Плебисцит состоится уже через месяц, 6 апреля. Противников этого соглашения в Нидерландах все еще много, около 40% жителей. Так вот, Юнкер подчеркнул, что голосование голландцев за совершенно не означает, что Украина уже завтра станет членом ЕС. Нидерланды единственная страна, где парламент еще не ратифицировал соглашение об ассоциации Украины. Остальные 27 стран-членов Евросоюза это уже сделали. Президент Еврокомиссии выразил надежду, что голландцы на референдуме все же поддержат Киев. То есть Юнкер, называя неприятные нам сроки, попытался склонить на нашу сторону жителей Нидерландов. А если рассмотреть временные рамки, обозначенные президентом Еврокомиссии, то 20-летний путь в Европу звучит очень даже правдоподобно. Возьмем, к примеру, Польшу. Первый договор о торговле и экономическом сотрудничестве с ЕС страна подписала в 1998 году. Тогда же взяла курс на евроинтеграции. А членом ЕС стало только 15 лет спустя. Важно отметить, что тогда в Евросоюз входили всего 15 стран, а вместе с Польшей добавились сразу 10. Но и сейчас в организации 28 государств и принимать новичков здесь все более придирчиво. Порошенко пообещал подать заявку на вступление в ЕС в 2020-м. А если учесть опыт других стран и темпы наших реформ, то лет 20-25. Срок не такой уж преувеличенный. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Продолжаем подробности. И вот о чем узнаете во второй части выпуска. Тарифы с потолка. Насколько завышаются цены на товары на Одесской таможне и кто за это платит? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Как очаковские чиновники внедрили девиз Остапа Бендера в жизнь. Украину уже несколько месяцев никто не представляет в Европейском суде по правам человека. А именно там рассматривают иски Киева к Москве. Этим возмущен нардеп Борислав Береза. На своей странице в Фейсбуке политик пишет, Россия комментирует эти иски, а Украине некому на это ответить. Назначить уполномоченного должен Кабмин по представлению Минюста, но, видимо, там, процитирую, сейчас заняты отжатием Лермонтовского санатория в Одессе, а такими мелочами, как иски по аннексии Крыма и Донбасса, заниматься некогда. Кроме того, Березов предлагает создать отдельное финансирование для этой должности, ведь хорошего юриста на зарплату в 200 долларов сейчас с огнем, днем с огнем не найдешь, пишет политик. Эксперименты на Одесской таможне. Предприниматели возмущены товар из Турции и Китая, они вынуждены растамаживать по завышенным тарифам. Почему так происходит и как бизнесмены научились обходить нововведения, все знает Андрей Анастасов. В пертурбации на Одесской таможне начались с приходом новой команды осенью прошлого года. Во-первых, возник список из 30 благонадежных стран. Товары оттуда растаможивают по упрощенной схеме. Импортер сам указывает цену в контракте и по этой цене груз оформляют, не проверяя. Например, это США и страны Западной Европы. А вот Китай и Турция в данный список не попали, дескать, неблагонадежные. Из-за особенностей их законодательства невозможно узнать реальную стоимость продукции и назначить соответствующую пошлину. Приехали тарелки. Мне говорят, бизнес, что тарелки эти стоят 20 копеек тарелка. Я хочу, ну слушай, ну давай запитаем Китаю. Но Китай ничего тебе не скажет. И эти документы, я не знаю, если они в Одессе намальованы, или он китайцем сказал, напиши мне 20. Потому что китайец напишет все, что там скажешь. В итоге китайским и турецким товаром на Одесской таможне стали выставлять так называемую индикативную цену. Она рассчитывается автоматически на основе предыдущих похожих операций. И зачастую получается гораздо выше заявленной предпринимателем. Все бы ничего, но под одну гребенку вместе с действительно сомнительными дельцами попали и крупные импортеры. Вот, например, производство строительных смесей в Одессе. Сотни рабочих, несколько заводов, сырье, полиэфирное волокно много лет закупают в Китае. И вот теперь достаточно одной орфографической ошибки в документах, говорит директор, чтобы инспекторы увеличили цену в два раза. Абсолютно прямой контракт, все как положено. Но, тем не менее, пытаются записать какие-то мошенники. Такой подход приводит к тому, что себестоимость наша растет, становится неконкурентоспособной. Ну и мы медленно перестаем как предприятие отечественное существовать. Есть, правда, альтернативный вариант растаможивать товары в других регионах Украины, где не действуют одесские нововведения. Так поступила Татьяна Ушакова. Везла из Китая партию душевых кабинок. Говорит, хотя был полный пакет документов, в Одессе ей цену все же подняли. Пришлось ехать оформлять груз в Херсон, потом обратно. Это, конечно, трата времени и денег. Здесь три порта. Я хочу, чтобы субъекты оформляли здесь. Зачем? И логистика дешевле, уже растаможенный товар отсюда уходит. Бизнесу надо быстро, хорошо и качественно. Даже копейка имеет значение. В то же время брокеры отмечают и положительные изменения на одесской таможне. Нет, например, коррупции. Но в один голос утверждают, нужно садиться и вырабатывать справедливые для всех правила игры. Ведь в конечном итоге дополнительные траты импортеров бьют по карману потребителя. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности телеканал Интер, Одесса. 300 килограммов янтаря на сумму почти 200 миллионов гривен изъяли пограничники вместе с полицейскими на посту Нижние ворота. Это в Закарпатской области. Камень на микроавтобусе перевозил житель Львова без сопроводительных документов. В полицейске мужчина заявил о янтаре. Ничего не знал, дескать, его наняли просто для транспортировки оргтехники. Правда, как он перепутал камни с компьютерами, тоже не объяснил. Сейчас это выясняют следователи. Грозит мужчине либо штраф 850 гривен, либо же наказание по сурове до двух лет ограничения свободы. В салоне данного транспортного закона было выявлено 60 пакунков влагой до 5 килограмм кожи. В данных пакунках находилось камни по переднюю бурстину. Звучит у Львовьяна взялась такая кількість камин он объяснить не смог. Вероятно, что данный вантаж планировалось переправить через державный кордон. Пляжный отдых в Очакове становится экстремальным. В городе больше нет спасательной станции. Ее попросту закрыли. Возможно, потому, что почти 2 гектара земли на берегу Черного моря слишком уж привлекательная территория, выяснял Кирилл Ющишин. Очаковская спасательная станция. 10 лет работы, сотни спасенных жизней. До сегодняшнего дня ее сотрудники отвечали за 12 километров береговой линии в Днепробукском лимане. Сегодня всех разогнали. Службу спасения ликвидировали. Впереди сезон. Сегодня март месяц. Через пару месяцев начнется сезон. И, скажем так, безопасность, конечно, будет желать лучшего на воде. Станцию пришлось закрыть ради экономии горбюджета. Это главная причина, говорят чиновники. Единственный вариант ликвидировать карс и создать спасательную станцию, которая позволит на период сезона содержать матросов-плавцов, матросов-спасателей, мотористов, водолазов и технику. На зимний сезон держать только начальника. Неправду уверяют спасатели. На их работу власти тратили 400 тысяч гривен в год, а это полпроцента от всего горбюджета. Вопрос касается исключительно только участка земли возле моря. Других вариантов просто логического объяснения просто нет. О том, что землю спасательной станции прямо на берегу моря хотят просто продать, говорят и очаковские общественники. Год назад соседний детский лагерь уже перешел в частные руки. Станция находится между пенерским лагерем и водным срезом. Там получается неплохая база отдыха. Там вычухать, привезти, почистить дно. Там нормально получается небольшой частный пансионатик. Лагерь за 10 тысяч долларов выкупила николаевская фирма по продаже автомобилей. Активисты выяснили кому она принадлежит и кто стоит за сделкой. Одним из учредителей этого предприятия является Захарчук Алексей Евгеньевич, который является депутатом Октябрьского районного совета Николаевской области от партии Народный фронт. И по неофициальной информации были сведения о том, что к этим событиям могут быть привязываны высокопоставленные лица именно Николаевского благосадминистрации. Не на камеру чиновники-активисты называют настоящего владельца детского лагеря. Это губернатор Николаевской области Вадим Мериков. Раньше он был бизнес-партнером официального собственника лагеря. Кулуарные разговоры говорят о том, что нужен участок земли. С тем, как принимается решение сессии, то я думаю, что сами судите, каков уровень. Если все так быстро и должно произойти и в срочном порядке. В облгосадминистрации вопрос закрытия станции и продажи лагеря людям близким к губернатору комментировать отказались, а спасатели надеются, что вместо их станции городские власти все же создадут новую службу, а не продадут участок земли за бесценок нужным людям. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов, подробности, телекинал Интер, Николаевская область. Во Львове не разъехались полицейский и сын бывшего скандального начальника ГАИ. В итоге у одного травма на ге в отношении второго уголовное производство. Что произошло и кто виноват выясняла Кристина Гошенко. Инцидент произошел здесь, на дороге у оптового рынка. По словам Михаила Мыцека, он просто остановился, чтобы сделать замечание патрульным. Они неправильно припарковались и общались с другим нарушителем. Но полицейские вдруг стали требовать его документы. Слово за слово разговор перешел на повышенные тона. Евгений Макар именно тот полицейский с диагнозом разрыв мышцы ноги. Он на больничном. Полицейский говорит, водитель ввел себя неадекватно. На вымогу предъявить документы он их кто показывал то заховал эти документы сказал, что он не хочет спілкуваться и потом закрывает окно начинает движение автомобиля на меня. И пострадавший патрульный и его коллеги утверждают, после наезда водитель попытался скрыться. Его догнали, задержали и открыли уголовное производство по статье нарушение правил безопасности дорожного движения. Экспертиза показала, Мецак был трезв и не употреблял наркотики. Если легкие телесные ушкочения будут установлены, тогда водитель принесет административную ответственность. Если эксперты установят, что полицейский получил телесные ушкочения средней тяжкости, водитель загрожает криминальную ответственность. Это может быть избавлено воли до трех лет. Вот только оказалось Михаил Мыцак сын бывшего скандального начальника городского ГАИ Богдана Мыцака. Того самого увольнения, которого почти год добивались общественные активисты после событий на Майдане. И таки добились. Но связи могли и остаться. Кристина Гошенко, Юрий Голубинко, подробности, телеканал Интер Львов. Двое погибших из-за ревности. Трагедия произошла в селе Петрико в Тернопольской области. Мужчина приехал бывшей сожительницей и встретив там другого поклонника устроил разборки. Вначале бросил взрывчатку в окно дома, а потом выстрелил из охотничьего ружья в мужа сожительницы. После забаррикадировался в сарае, взяв в заложники 80-летнего хозяина дома. На место прибыли бойцы спецподразделения Сокол, долго вели переговоры, уговаривали ревнивца отпустить пенсионера. Тот наотрез муж щина сейчас в больнице в реанимации. Было организовано попереджение, штурм. На жаль, подчас его выборку, про который я позвонил, подозреванный подорвал гранату и загинал вместе с дядом заявницей. В дом заявницы подчас конфликта подозреванный кинув гранату. Прибывали дети, взрослые, однако, слава Богу, все живы, здоровы. Уволенные работники филиалов Укргаздобычи пикетируют главный офис компании. На что жалуются и кого обвиняют митингующие, знает Егор Логинов. Около 300 работников Укргаздобычи протестуют у стен предприятия. Говорят, если их требования не будут услышаны руководством компании, установят палатки и объявят бессрочную акцию протеста. Семью надо кормить, выхода другого нет. Я хочу добиться того, что я потерял. Среди основных требований увольнение из компании представителей российского топ-менеджмента. Коррупционные схемы остались те же, более того, начали развиваться в каком-то вообще нездоровом направлении. Допустим, 33 миллиона было выделено на консалтинговую фирму. Вскоре к митингующим выходят представители компании и предлагают провести переговоры. У нас есть пропозиция. Пожалуйста, три или четыре человека из вашей спорции мы запрошим представителей, у кого есть паспорты. Мы их зарегистрируем, сядем и на все ваши вопросы, которые вас торбуют, мы вам дам ответ. В прессе Александр Романюк объясняет свою точку зрения. А глава Укргаздобычи Олег Прохоренко усмотрел в происходящем вмешательство нардепов из Народного фронта Максима Полякова и Евгения Дейдея. На своей странице в фейсбуке Прохоренко уверяет, фронтовики пустили в ход митинги пенсионеров. Цель пролоббировать офшорную компанию Moston Properties, которая пыталась украсть 2,5 миллиона на закупках еще при прошлом руководстве. И пока идут разговоры о технократическом правительстве, продолжается коррупционное вмешательство в работу предприятия. С просьбой провести расследование руководители Укргаздобычи обратились в правоохранительные органы. Егор Логинов, подробности телеканал Интер. Вернемся в зону АТО наибольшее давление врага снова фиксируется на Донецком направлении. Официально за последние сутки там зафиксировано 46 обстрелов. Больше ситуации расскажет Геннадий Вивденко. С вечера до полуночи они под огнем пулеметов и гранатометов. Труднее там, по словам бойцов, где враг прикрыт руинами зданий. Немного легче там, где перед позициями чистое поле. Обстреливая эти окопы, боевики часто используют минометы. Потом из них полят по своим же. На Луганском направлении в течение последних суток тишина. На этой позиции бойцы только что сменились. Что готовите сегодня? Суп. Какие? Рисовые будут. Без мышей? Без мышей, с мясом. Кошки ездят. Еду привозят вовремя, все привозят, продукты есть, все есть. Все тоже для жизни хватает. Впереди блокпост, за который еще год назад сражались не на жизнь, а на смерть с боевиками. Сейчас обе стороны только наблюдают друг за другом. Все это тянется, не знаю, ни начинка, ни конца не видно. Чем дальше влезет, тем больше дров. С каждого дня все дадут завершение, я так думаю, на мою думку. Все надеются на лучшее, что скоро все закинчится. В районе трассы Бахмутка разведчики отмечают прибытие тяжелого вооружения. Спостерегается с противной стороны перемещение техники. Есть данные, что противник также проводит на своих полигонах навчальные стрельбы. У них происходит боевое злагодение. Так же, как у нас. С той стороны слышны постоянные артиллерийские разрывы. Боевики проводят учения. В столице Северной Ирландии прогремел взрыв. В Белфасте неизвестные подложили бомбу под мини-вэн, который принадлежал служащему местной тюрьмы. Как только тут повернул ключ зажигания, машина взлетела на воздух. Мужчину с серьезными травмами госпитализировали, но угрозы его жизни нет. Кто стоит за взрывом, в полиции пока не знают. Подозревают членов Ира, которые борются за независимость Ирландии. Кто скрывается под именем Бэнкси, как Канада осталась без золота и сколько стоит самая дорогая станция метро в мире? Об этом и не только. Смотрите в нашем обзоре. Неграмма золота. Канада впервые за 80 лет распродала весь свой запас благородного металла. Примерно 680 килограммов золотых монет продали в течение февраля. Заработанные деньги будут вкладывать в иностранную валюту. Оттава вместо того, чтобы покупать золото, увеличивает валютные резервы в американских долларах и британских фунтах. Последний золотой слиток был продан еще 13 лет назад. Британские исследователи разыскали Бэнкси. Специалисты из Лондонского университета Королевы Марии заявляют, что им удалось установить личность таинственного и мегапопулярного уличного художника. Его якобы зовут Робин Ганнигем. Он из Бристоля. Выйти на художника удалось при помощи географической профилизации, которую используют в криминалистике. Правда, точность исследования остается под вопросом. Остановка за 4 миллиарда. В Нью-Йорке открыли самую дорогую станцию метрополитена. Транспортный узел объединяет 11 линий подземки, станцию пригородного железнодорожного сообщения и паромную переправу. Объект строили 12 лет. В процессе его стоимость увеличилась с двух почти до 4 миллиардов долларов. К слову, это лишь на миллиард меньше, чем весь золотовалютный запас Украины год назад. Голливудский гламур для самых маленьких. В Нью-Йорке устроили необычную фотосессию. На красную дорожку пригласили семерых малышей, похожих на настоящих звезд. Дженнифер Лоуренс, Леди Гага, Вупи Голдберг. Их почти не отличить от настоящих селебритис. Образы воссоздавали до деталей. Модели были в восторге. Под венец в 84 Руперт Мердок оформил отношения с 59-летней бывшей супермоделью Джерри Холл. Торжественная церемония состоялась в Лондоне. Это четвертый брак для медиамагната. Холл более 20 лет была подругой Мика Джагера. У них четверо детей. Обезьян научили управлять креслом-каталкой силой мысли. Американские исследователи имплантировали в кору говного мозга животных микроэлектроды, которые позволяют регистрировать мысленные команды и управлять движением кресла. Обезьяны быстро научились передвигаться таким образом к аппетитной приманке винограду. Инфанта Кристина открещивается от махинаций своего супруга. Сестра короля Испании впервые свидетельствовала в суде. Принцесса отвечала на вопросы, которые ей задал собственный адвокат. Утверждает, что не интересовалась у мужа, как он управляет принадлежащим им обоим компанией. Иньяки Урдангарина вместе с супругой обвиняют в финансовых махинациях, с помощью которых они вывели из бюджета 6 миллионов евро. Грозит принцессе 8 лет заключения. Приближаемся к концу, но прежде проанонсируем программу «Черное зеркало». Ее эфир, напомню, сразу после подробностей сделает это ведущий программы Евгений Киселев, он с нами на связи. Евгений, рад вас приветствовать, передаю вам слово. Спасибо, спасибо, Алексей. Сегодня в нашей программе мы, конечно же, будем говорить о главных темах этой недели. Мы будем говорить о судьбе Надежды Савченко и о том, что можно сделать и что должно сделать руководство Украины для того, чтобы добиться ее освобождения. Мы будем говорить о нескончаемом политическом кризисе в стране, который удивительным образом разворачивается на фоне уже вторую неделю отсутствующей де-факто Верховной Рады. Еще одна неделя предстоит, правда, лидер БПП Юрий Луценко призывает на следующей неделе 9 марта провести срочное внеочередное заседание парламента, но состоится это или нет. И что означают слухи о том, что премьер-министр Арсений Юценюк вроде бы уже согласился добровольно написать заявление об отставке и новым премьер-министром должна стать Наталья Егересько. Вот обо всем этом, а также о делах международных, о недавних заявлениях, которые прозвучали из уст высокопоставленных европейских политиков о недовольстве министра иностранных дел ФРГ Штайнмайера тем, что минский процесс топчется на месте и о заявлении весьма громком господина Юнкера о том, что не видать еще много-много лет Украине членство в Евросоюзе и в НАТО. Вот обо всем этом сегодня будем говорить. Спасибо, Евгений. Тем действительно много успеть бы все обсудить. Зрителям напомню еще раз эфир программы Черное Зеркало сразу через несколько минут после подробностей. Собственно, подробности на этом уже закончились. У вас есть небольшой перерыв, чтобы отдохнуть от информации, снова вернуться к нам. Я с вами прощаюсь до Черного Зеркала. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok